Те, кому посчастливилось поиграть на берегах Невы, как правило, довольны собой. Почти у всех жизнь удалась. Совпадение? Не думаем. Это 10 фактов о том, где и как проводят время 10 самых дорогих игроков в истории Зенита. Поехали! Вильмар Баррюс, 26 лет, 15 миллионов евро. Колумбиец с лихвой отрабатывает потраченные на него деньги. Без него даже трудно представить нынешний Зенит. По всему видно, что Вильмар кайфует в России. Тренироваться и играть, особенно на уютных аренах Чемпионата мира 2018 года, ему в удовольствие. Заработок, что надо. А жить в таком красивом городе, как Санкт-Петербург, это привилегия, как он сам выражается. Доменико Кришета, 33 года, 15 миллионов евро. После 7 лет в Зените Доменико вернулся на родину в Италию, где играет за Джено, капитан команды. В России я получил фантастический опыт, но туда я больше не вернусь. Хочу остаться в Италии до конца карьеры. Недавно признался Кришета в интервью ITA Sport Press. Это, однако, совсем не мешает Доменико проводить отпуск вместе со своими бывшими партнерами по Зениту. Прошлым летом Кришета, Данни и Вицель отдыхали с женами на Ибице. Хави Гарсия, 33 года, 16,8 миллионов евро. Хави Гарсия живет с семьей в Севилье, играет за Бетис. Впрочем, не столько играет, сколько лечится. Его по-прежнему преследуют травмы. Это его нисколько не удручает. Приятно побыть дома после стольких лет странствий в Португалии, где он играл за Бенфику, Англии, Манчестер Сити и России. Зенит. Соломон Рандон, 30 лет, 18 миллионов евро. После Зенита Рандон 4 года отпахал в Англии. В июле 2019-го перебрался в Поднебесную, в клуб Долянь и Фан, что называется к своему тренеру Рафаэлю Бенитосу. Пока в Китае сюрепствует коронавирус, команды этой страны готовятся к сезону за рубежом. В феврале Долянь с Рандоном в составе сыграл в Марбелье с Уфой. В марте всех отправили по домам и Соломон улетел на родину в Венесуэлу. Бруно Алвеш, 38 лет, 22 миллиона евро. Алвеш до сих пор поэлит в итальянской серии А, выступая за Парму. Причем Бруно основной защитник команды. Коллекции золотых медалей Бруно могут позавидовать многие именитые футболисты. Он четыре раза становился чемпионом Португалии в составе Порту. Дважды России, Зенитом и один раз Турции. Финербахче. Главный же в карьере португалец считает золотую награду, добытую с национальной сборной на чемпионате Европы 2016 года во Франции. Леандро Паредес, 26 лет, 23 миллиона евро. Паредес живет припеваючи в Париже. Играет за ПСЖ. Он десятый футболист во Франции по размеру зарплаты. Его жалование составляет 750 тысяч евро в месяц. Это почти в два раза больше, чем было у него в Зените. В то же время до Бразильца Неймара ему еще далеко. У того больше трех миллионов евро в месяц. Поговаривают, что Паредес может перейти в Ювентус, где станет подносчиком снарядов для Криштиану Роналду. Данни, 36 лет, 30 миллионов евро. За 10 с лишним лет в России Данни сколотил целое состояние. И теперь может позволить себе жить в свое удовольствие. Вместе с семьей он бросил якорь на острове Мадейра, откуда родом его отец. Пока Данни расслабляется, его 15-летние сыновья-близнецы Франсишко и Бернарду познают азы футбола в Академии местного клуба Моритиму, где когда-то занимался их отец. Данни регулярно передает Зениту приветы в социальных сетях. Малком, 23 года, 40 миллионов евро. Малком, самый дорогостоящий и распиаренный футболист нынешнего Зенита. Он перебрался в Питер из Барселоны в августе прошлого года. Затем сломался, полгода лечился и только-только выходит на предполагаемый уровень. Хотя в голах, которыми Малком отличился в важнейшем матче против ЦСКА, кажется, больше везение, чем мастерство. Услуги игрока при этом обходятся Невскому клубу в почти полмиллиона евро в месяц. И это не считая стоимости самого трансфера. Аксель Вицель, 31 год, 40 миллионов евро. Неплохо заработав после Зенита и в Китае, Вицель вернулся в Европу. Теперь он с успехом защищает цвета дортмундской Баруси. У него, как и у Дани, тоже все в ажуре, если не считать того, что в декабре Аксель неудачно упал. Разбил лицо, и в результате пришлось даже делать операцию. Сейчас самое страшное позади, ведь цель уже вернулся в строй, а шрамы, как известно, только украшают футболистов. Халк, 33 года, 40 миллионов евро. Великолепный Халк уже четвертый год играет в Китае за местный Шанхай. Если быть точнее, то сейчас не играет, потому что старт очередного чемпионата страны отложен из-за коронавируса. Бразилиц проводит вынужденный отпуск в Дубае со своей новой возлюбленной Камиллой. Она, по иронии судьбы, приходится племянницей бывшей жены Халка, Иране, с которой он развелся в прошлом августе, оставив ей троих детей. Субтитры создавал DimaTorzok